Я считаю, что я выиграл этот бой. Вы меня обокрали. Всем привет, вы смотрите новости ММА. Вот как выглядят судейские карточки поединка Лжемейн Стерлинг-Петр Ян. Победа Стерлинга раздельным решением. Убегал от соперника, просто держал в партере, ничего особого не показал. Мне непонятно, по первому раунду, например, за какие заслуги Стерлингу отдали этот раунд. Урона Петя нанес больше, в крайнем случае даже ничью дали бы. Но никак не Стерлингу победу. Петр Ян после боя. Считаю, что я выиграл этот бой, вы меня обокрали, говорит. И многие с ним в этом согласятся. А вот это лицо Даны, когда объявили победу Стерлинга. Дана явно за Яна топил. Нах, тебе нужна эта борьба. Победил его и встал, и все. Перебеживаешь его в стойке, чуть-чуть победил, и все. Советы от секунданта Петра Яна Артема Левина перед пятым раундом. На матч ТВ сразу же почти что закрыли, а вот это все шумом. Друзья, у вас есть такое, что вы теперь хотите, чтобы Петр Ян потренировался в Дагестане, чтобы отправить его туда на подготовку по борьбе? И, друзья, у меня к вам вопрос. Яна засудили? Ваше мнение интересно. Да или нет? Петр считает, что засудили. В этом самый главный сейчас скандал. Будем выяснять. Победа Хамзата Чимаева, друзья. Хамзат после боя сказал такие слова. Я просто устал, больше ничего не могу сказать. Соперник настоящий жесткий тип. Бой был тяжелый. Вероятно, следующим боем для Хамзата будет Колби Ковингтон. Как вы относитесь к этому поединку, дайте знать. Этот бой сделал Хамзата гораздо лучше. Я имею в виду поединок с Бернсом. Я думаю, что он многому научился в этом бою. И теперь впереди все самое интересное. Хамзат красавчик, чтобы кто не говорил. Думаю, такой бой ему даст больше знаний о себе, в том числе, чем предыдущие поединки. Но, а Бернс настоящий мужчина, настоящий псих однозначно. В поединке с Колби Ковингтоном. Кардио будет огромным решающим фактором. Мы знаем, что Колби умеет проводить все пять раундов. А вот Хамзат пока что провел только три раунда. Это самый длинный и, кстати, первый поединок в его карьере, который прошел так долго. С 11 победами подряд против очень жесткого соперника. Теперь ясно, что Борс – это реальная угроза и шанс на титул может получить в ближайшем будущем. А вот как выглядит Хамзат после боя. Что вы думаете о поединке Хамзата против Бернса? Поделитесь вашими мыслями, друзья. Ну и по нашей доброй старой традиции прожмите лайк для охвата, чтобы поддержать мой канал. Пишите комментарии. Самое главное – это ваше мнение. Поделитесь мыслями о турнире. Увидимся в новых роликах. Удачи и до скорого. Субтитры подогнал «Симон»!